О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайший час. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. За первый квартал этого года в Казахстан из других стран приехали почти 500 человек. Больше всего из Китая – 166. Следом в списке идет Монголия и Германия. Почти 240 иностранцев обосновались в Алматы и Алматинской области. Третьей в списке стала столица. В то же время за аналогичный период из Казахстана в другие страны уехали почти вдвое больше – свыше 900 человек. 561 из них эмигрировали в Германию. Другими популярными маршрутами стали Китай и США. Наибольшее число наших соотечественников уезжают из Карагандинской, Кустанайской областей и города Алматы. В Североказахстанскую область приглашают вернуться земляков, когда-то переехавших в столицу в поисках лучшей жизни. В регионе, кроме острой нехватки специалистов, наблюдается массовый отток населения. Только с начала года уехали почти 5000 человек. Куда и почему едут люди, узнавала Нургуль Ахметова. У Евгении Холодных две дочери. Старшая уже давно живет в Москве. Следом за ней на ПМЖ в Россию решила переехать и 18-летняя Виктория. Сейчас она оформляет документы для смены гражданства. Старшая дочь уехала 10 лет назад. Она у нас художник с художественным взглядом. У нее работа творческая. И там больше возможностей для них. Там больше поле работы. Ну а младшая дочь, она три года уже живет в России. Училась в школе. И сейчас мы оформляем документы с ней. С начала года с ходатайством о получении разрешения на выезд на постоянное место жительства за границу в управление миграционной службы обратились свыше 1700 граждан. То есть в среднем по 10 человек в день приходят сюда со словами «Хочу уехать в другую страну». Из них 177 в страны дальнего зарубежья и более полутора тысяч в страны СНГ. В основном граждане ходатайствуют о выезде на ПМЖ в Российскую Федерацию. Статистика внутри страновой миграции также неутешительна. В другие регионы с начала года переехали почти 3,5 тысяч североказахстанцев. Люди уезжают по разным причинам, среди которых и низкая заработная плата. Чтобы остановить или хотя бы уменьшить отток населения, в области проводят работу по повышению доходов жителей. А теперь даже готовы создать условия для тех, кто захочет вернуться. Мы включили в квоту по переселению не только трудноизбыточные регионы, которые являются южной регионом нашей страны, но и город Нур-Султан. Вот буквально недавно было принято решение. Поэтому все, кто когда-то уехал в поиск лучшей жизни, имеют возможность вернуться к себе на родину и получить новый дом. В этом году на строительство домов по программе переселения выделено свыше 3 миллиардов тенге. Жилье для специалистов строят преимущественно в сельской местности. Впрочем, численность населения Североказахстанской области сокращается и вполне естественным образом. Люди умирают чаще, чем рождаются. По статистике, с января по май 2019-го скончалось 2897 жителей региона, а родилось при этом на 117 человек меньше. Нургуль Ахметова, Толиген Иманов, Североказахстанская область, Хабар, 24. Свыше 60 тысяч человек приехали в столицу за 5 месяцев с начала года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра увеличилась на 70%. Об этом говорят данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики. В основном в столицу едут из других регионов республики на заработки, так как Нур-Султан по праву считается точкой экономического роста. Главный город Казахстана имеет положительные показатели по миграции и со странами СНГ, в том числе с Узбекистаном, Кыргызстаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Арменией и Туркменистаном, а также с такими государствами, как Китай, Монголия и Турция. К слову, с января по мае из столицы уехали почти 50 тысяч человек. Специалистов из южных регионов приглашают на север из-за острой нехватки рабочих рук. Так государство одновременно решает сразу несколько проблем. Нехватку кадров с одной стороны и трудоустройство с другой. С начала года из Туркестанской области в северные регионы страны переселились 206 семей. В основном люди предпочитают уезжать в Североказахстанскую и Павлодарскую области. Почти половина переселенцев трудоспособные жители, 204 из них уже нашли работу и 8 открыли собственное дело. К слову, те, кто желает заняться бизнесом, могут на льготных условиях получить земельный участок или свободное здание. Накануне в Житусайском районе Туркестанской области прошла межрегиональная ярмарка в Аканси. Там безработным предложили 4000 свободных рабочих мест в северных регионах Казахстана. От работодателей поступили предложения из самых разных сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства и строительства. За счет спонсоров организовываются бесплатные поездки в северные регионы. Желающие могут съездить в эти области и ознакомиться с местным бытом и природой. Если человек решит переехать, он должен обратиться в отдел занятости и пройти регистрацию. В основном желание переселиться изъявляют жители Сараягашского, Житусайского и Ордобасинского районов. В Акмолинской области увеличилось количество переселенцев в сельскую местность. Только в этом году 58% людей из общего числа прибывших в регион выбрали для проживания сельские населенные пункты. Всего с начала года со всех уголков Казахстана в область переехали свыше 9 тысяч человек. Примерно столько же жителей выехали за ее пределы. Основной поток населения перебирается жить в такие города, как Нур-Султан, Алматы, Кустанай и Шимкент. На сегодняшний день, согласно статистическим данным, в Акмолинской области насчитывается почти 740 тысяч человек. Больше 50% из них проживают в сельской местности. За январь-май 2019 года отток населения в сельскую местность составил 58%, городскую местность составляет 42%. Это говорит о том, что большая часть населения Акмолинской области в основном выбывает в сельскую местность. Но эта цифра не говорит о том, что она постоянная. Это зависит от миграционных процессов населения и зависит еще от сезона. По данным ООН, количество международных мигрантов удвоилось за последние 30 лет. Об этом нашему телеканалу рассказала эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Республики Казахстан Гельбасы Камила Ковязина. По ее словам, миграция – естественное явление, и оно не связано только с экономической обстановкой в стране. Развитие новых технологий, коммуникации, средств связи и открытие границ зачастую служат причинами глобального передвижения населения. Темпы миграции очень высокие. И, как я говорила, это связано с тем, что открываются границы, выравнивается уровень образования, уровень доходов. Интернет, опять же, он показывает нам наши возможности. То есть мы уже знаем, что в другой стране можно добиться чего-то другого, а в другой стране развиваются другие сферы, и ты хочешь уже поехать туда, чтобы изучать это и работать в этой сфере. Миграционный приток населения в Россию в 2019 году обновил десятилетний максимум. Таковы данные исследования Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. За полгода в страну приехали 98 тысяч иностранцев. И такая миграционная динамика, по оценке авторов мониторинга, выглядит аномальной. Основной прирост рабочей силы наблюдается из Украины и Армении. В числе миграционных доноров также Таджикистан и Казахстан. Только из нашей республики в первом квартале этого года приехали 16 тысяч человек против 10 тысяч годом ранее. Однако, по словам экспертов, причиной резкого роста и аномальной динамики смог стать недоучет мигрантов в прошлом году и коррекция методики учета миграции. По данным Росстата, за 2018 год из Казахстана в Россию перебрались около 26,5 тысяч человек. В большинстве это экономически активные молодые люди с высшим или среднетехническим образованием. На российском рынке труда такие квалифицированные кадры востребованы. При этом социологи в России бьют тревогу из-за демографической ямы. Убыль населения не покрывается миграционным потоком. В России в большей степени стала развиваться потребность в трудовых ресурсах рабочих специальностей, технических специальностей, которые на сегодняшний день имеют определенный дефицит. И в этом контексте казахстанский рынок является одним из наиболее подходящих с точки зрения донорства, так как здесь есть масса преимуществ, начиная от более высокой степени квалификации работников. Второй фактор – это, конечно же, на евразийском рынке свобода перемещения. По мнению аналитиков, миграционные потоки из стран-участниц ЕАЭС в Россию – это естественный экономический процесс, который стимулируется развитием интеграции. Эксперты считают, что политических причин для усиления миграции нет. Как подчеркнул спецпредставитель Госдумы России по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин, миграционный поток из Казахстана в разы меньше, чем из других стран СНГ. Действительно, у нас прежде, на протяжении довольно долгого времени, большого притока из Казахстана в Россию не было. Казахстан всегда рассматривался как лаборатория дружбы народов. И мы видим позитивные результаты, связанные с развитием самого Казахстана, в том, что там за все это время его независимого существования не было никаких острых национальных конфликтов. Мне кажется, что эту тенденцию Казахстана во внутренней политике надо беречь и сохранять. Подсчитать потери казахстанской экономики из-за миграции трудовых ресурсов довольно сложно. И оценки здесь могут быть лишь приблизительными, говорят экономисты. Мы не можем точно оценить объем потребностей казахстанской экономики в определенных видах и уровне квалификации сотрудников. Достаточно сложно можем себе представить объем спроса на рынке трудовых ресурсов Казахстана. Протяженная общая граница, разница в возможностях для населения и единое экономическое пространство способствуют взаимной миграции, напоминают аналитики. Дана Нужан, Александр Любителев, Россия, Хабар-24. Миграционный поток из Кыргызстана в последние годы остается стабильным. Местные жители по-прежнему едут на заработки за рубеж, чаще всего в Россию и Казахстанах. К слову, благодаря именно этой стабильности местная экономика получает ощутимую поддержку. Подробнее в материале Бакыта Чермашева. 640 тысяч граждан Кыргызстана трудятся в России. Это официальные данные, то есть информация о тех, кто трудоустроился и сообщил об этом в миграционную службу. Неофициальная статистика говорит, что выходцев из Кыргызстана в Российской Федерации гораздо больше. Это значит, что трудоустройство нигде не зарегистрировано. Чтобы вывести гастарбайтеров из тени, российские власти уже дважды объявляли миграционную амнистию для кыргызстанцев. Если о проблемах кыргызстанцев, то по сравнению с 2014 годом их гораздо меньше. Уж поверьте мне, и вам ли этого не знать, что они сейчас пользуются на пространстве ЕАЭС равными правами с теми гражданами на территории государства, чьем они работают. Новая жизнь для трудовых переселенцев из Кыргызстана началась после присоединения республики к ЕАЭС. В течение первых же лет союзного участия для кыргызстанских мигрантов были созданы условия, позволяющие им чувствовать себя защищенными. Учитывая постоянный отток местных жителей на заработки, власти страны обращаются к своим евразийским коллегам за помощью в содействии соотечественникам. Граждане Кыргызстана, в отличие от граждан Узбекистана или Таджикистана, им нет необходимости сдавать экзамены по языку, по истории, по законам. Им нет необходимости получать патент или разрешение на работу. Они не подпадают, граждане Кыргызстана не подпадают под квотирование или под запреты, которые распространяются на других иностранных граждан. Казахстан – вторая по численности страна, куда кыргызстанцы едут в поисках работы. Официально здесь на заработках находится 35 тысяч граждан соседней республики. В отличие от Российской Федерации, где кыргызстанцы работают в основном в сфере услуг, в Казахстане большая часть трудовых мигрантов занимается торговлей. В прошлом году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан 2 миллиарда 670 миллионов долларов, в то время как ВВП республики составляет около 8 миллиардов. Таким образом, по данным аналитика Всемирного банка, Кыргызстан является страной номер один среди государств Европы и Центральной Азии по денежным переводам в процентном соотношении к ВВП. Бакет Чермаша, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Продуманная и спланированная миграция внутри страны – один из способов решить проблему дефицита кадров. Так, в Восточном Казахстане под угрозой срыва находится реконструкция республиканской трассы Омск-Майкопчигай. С нехваткой кадров столкнулись строительные организации, обслуживающие объект. У дорожных компаний простаивает спецтехника, подрядчики не могут найти рабочих, способных управлять машинами. В причинах кадрового дефицита разбирался Вячеслав Ветлугин. Это один из самых масштабных проектов Нурлыжол. Трасса Омск-Майкопчигай свяжет сразу три страны – Казахстан, Россию и Китай. На реконструкцию выделены колоссальные деньги – почти 10 миллиардов тенге. Сюда переброшена самая современная спецтехника. Но вот незадача – управлять этими машинами попросту некому. Сейчас на данный момент стоит два асфальтового кладчика, около 30 единиц спецтехники. Это погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры. Людей нету, специалистов не хватает. На 415-м километре трассы в районе села Колбатау выстроилась колонна грузовиков. Часть дорожной техники стоит мертвым грузом. Подрядной организации требуется не меньше 400 наемных рабочих, способных управлять и обслуживать машины. Кадры ищут в ближайших селах. Предлагают зарплату от 200 тысяч тенге и выше. По словам работодателей, дело даже не в деньгах. Квалифицированных специалистов не хватает. Мы ищем рабочих в селах Акжар-Аксуат. Встречаемся с местным населением и предлагаем людям свободные вакансии. Уже озадачили специалистов районных центров занятости. Как выяснилось, схожие проблемы у большинства строительных компаний региона. На биржах труда в городах и селах открытыми остаются 5000 вакансий. Работодателям, особенно в сельской местности, требуются машинистых кранов, бульдозеристы и техники-строители. Покрыть кадровый дефицит за счет выпускников технических лицеев и колледжей местным властям вряд ли удастся. Очень много обращений от транспортных компаний, которые строят главные дороги нашей области. Поступило на сегодняшний день около 468 вакантных мест. Три бульдоза в Жарминском районе, Купиклинском, Тарбогатайском районе. Проведена была ярмарка вакансий. И от 400 специалистов, которые они у нас просили, закрыли на сегодня 120 год. Стабилизировать ситуацию на региональном рынке труда местные власти планируют за счет краткосрочных курсов переобучения безработных востребованным специальностям. В ближайшие 6 месяцев по ускоренной программе в Восточном Казахстане подготовят около 2000 специалистов технического профиля. Вячеслав Фитлугин и Аслан Тулепов. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. Несколько жителей Тараза оказались обманутыми представителями агентства по трудоустройству. На объявление о высокооплачиваемой работе за границей они наткнулись в интернете. Недолго думая, решили приехать на заработки в один из самых дорогих городов мира – Лондон. По их словам, на заманчивое предложение о трудоустройстве с гарантией на миллион процентов обратили внимание около 10 человек. Один из них – Садыгжан Искаков. До этого случая мужчина работал на СТО Тараза. Увидев на сайте объявление о зарплате в 800 тысяч, решил подзаработать. После прилета в Лондон его встретили и поселили в гостиницу. Но работы никто так и не обеспечил. Другим повезло меньше, их вовсе никто не ждал. В большом и незнакомом городе люди выживали как могли. В договоре прописано, что в случае невыполнения обязательства агентство возместит затраты на поездку. К слову, одному человеку такое трудоустройство обошлось в 600 тысяч тенге. Сразу вернуться обратно многие не смогли, так как надо было заработать на билет. Теперь пострадавшие подали заявление в полицию. Ведется расследование. В агентстве по трудоустройству комментировать ситуацию отказались. Утиген и компания, вот, Гуджо, агентство, обещали нам сделать рабочую карту. Фактически этого всего не было. Нас никто не встретил. Мы никого не видели. И мы вынуждены были самостоятельно двигаться, самостоятельно в поисках работы. Мы прошли трудности, а агентство так и не помогло нам ничем абсолютно. Согласно трудового договора, они не выполнили свои условия. Ни одни. Единственное только то, что перелет. Но мы бы могли и без них перелететь через любое турагентство. Продолжение следует... Компенсацию в 63 миллиона долларов может получить Казахстан за нефть, испорченную в российском трубопроводе «Дружба». Подробнее об этом нам готовы рассказать экономический обозреватель Индира Тихжанова. Доброе утро, Индира. Доброе утро, Вер. Спасибо. О новостях нефтяного рынка не только расскажу через пару секунд в эфире деловые новости. Решение о выплатах компенсации нефтяным компаниям и ее размерах принято в России на Совете директоров Транснефти. Одно из обязательных условий – документальное подтверждение понесенных убытков. Напомню, объем казахстанской нефти, испорченной в российском трубопроводе, оценивается в 600 тысяч тонн или более 4 миллионов баррелей. О поставках некондиционной нефти было сообщено в апреле этого года. Транзит из соседнего государства Европы тогда был приостановлен. В Минэнерго Российской Федерации подтвердили факт загрязнения нефти токсичным веществом, обладающим сильными коррозийными свойствами. Работала комиссия по расследованию данной ситуации. По сведениям, в общей сложности в трубопроводе было испорчено почти 35 миллионов баррелей нефти. Сообщается, что общий объем компенсации всем компаниям может составить примерно 525 миллионов долларов. В Казахстане стали больше пить чай. За полгода страна закупила 13 тысяч тонн продукции на сумму более 46 миллионов долларов. Поставки выросли на 3,2% в сравнении с прошлым годом. Больше всего чая почти 6 тысяч тонн завезли из Кении. На втором месте у казахстанцев традиционный индийский чай. Около 5 тысяч тонн приобрели из этой солнечной страны. Из России этот популярный товар тоже импортируют. Ну а меньше всего по 100-200 тонн приобрели в этом году чая из Грузии, Ирана и Пакистана. Китай начинает экспортировать поддержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. В первую партию входит 300 машин. Они будут отправлены из провидции Гуандун. Их общая стоимость 2,5 миллиона долларов. Отмечается, что на сегодняшний день в Поднебесной автомобили с пробегом пользуются низким спросом, а на их утилизацию тратится большое количество средств. Ассоциация дилеров потребовала от китайского правительства пересмотреть ставки НДС на поддержанные машины и разрешить вывозить их за границу. Добавлю, что раньше такие операции были под запретом. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов курс составил 384 тенге 8 тынов за доллар США. Это были все деловые новости к данному часу. Вера, передаю слово вам. Спасибо, Индира. Индира Тихшанова рассказала о самом интересном из мира финансов. Ну а мы идем дальше. В США вернули смертную казнь на федеральном уровне. К высшей мере наказания приговорены пять заключенных. Смертный приговор приведут в исполнение в период с декабря этого года до января 2020. Высшая мера наказания, по словам генерального прокурора США Уильяма Барра, будет применена к преступникам, совершившим злодеяния с наибольшей жестокостью. Всех пятерых заключенных осудили за убийство пожилых людей, детей, издевательства и насилия над несовершеннолетними. Умертвление будет производиться посредством инъекции пентабарбитала. Это психотропное средство, передозировка которым приводит к смерти. По Франции зафиксировали рекордно высокую температуру. Согласно данным метеорологов, в два часа дня по местному времени столбик термометра поднялся до отметки более 40 градусов по Цельсию. К слову, до этого самой высокой считалась температура в 44 градуса, зафиксированная в июле в 1947 году. Ранее в 20 районах Франции из-за погоды был введен наивысший красный уровень метеоопасности, по сообщениям Всемирной метеорологической организации. Рекордная жара на этой неделе также ожидается в Германии, Бельгии, Голландии и Швейцарии. Арктические леса во власти огня. Больше ста сильнейших пожаров были зафиксированы на Аляске с июня. Пострадало порядка 1 миллиона акров леса. Уровень загрязнения воздуха в последние дни здесь очень высок. Возгорания, по словам синоптиков, начались после скачка аномальных температур в США и Европе. По оценкам экспертов, температура в самой холодной точке Земли повышается быстрее, чем в среднем по миру. В этом году на Аляске было зафиксировано 400 пожаров. И каждый день вспыхивают новые. В Индии за неделю от ударов молнии погибли более полусотни человек. Около 10 получили ранения. Несчастные случаи произошли в восточных штатах страны, где сейчас идут мощные дожди с грозами. Больше всего жителей 39 человек погибли в Бехаре. Власти штата планируют выплатить родственникам жертв компенсации, а также предоставить необходимое лечение пострадавшим. Отмечу сейчас, страны Юго-Восточной Азии страдают от мусонов. В Индии жертвами дождей стали более сотни человек. Вернемся в нашу страну. В Мангустаусской области в аварии погибла беременная женщина. А в Алматы в реанимации остаются трое пострадавших в результате столкновения минивена и грузовика. О последних чрезвычайных происшествиях в стране в рубрике «Хроника происшествий». В Мангустаусской области в ДТП погибла беременная женщина. Еще трое – мужчина и девочки 6 и 10 лет находятся с различными травмами в областной больнице. Сильно пострадал старший ребенок. По словам врачей, у девочки диагностировали многоскольчатые переломы, основание черепа, ушиб головного мозга, а также травматический шок. Сейчас дети находятся в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. Авария с участием автомашин марок «Деонексия» и «Киа Рио» произошла на трассе республиканского значения «Октау Житебай». Подробности ДТП устанавливаются. В настоящее время мужчина находится в отделении травматологии Магисталской областной больницы с диагнозом травмы живота, перелом тазобедренного сустава. Врачами оценивается состояние больного, врачами оценивается как стабильное. На данный момент врачи делают все возможное. В Алматы трое пострадавших в жутком ДТП находятся в реанимации. По словам врачей, еще троих пациентов уже удалось вывести состояние травматического шока. Их перевели в отделение травматологии. Одну пациентку экстренно прооперировали. В числе пострадавших беременная женщина. Сейчас ее здоровью и ребенка ничего не угрожает. А состояние тех, кто остается в реанимации, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Всего в 4-ю городскую больницу после столкновения грузовика и мини-вена было госпитализировано 7 человек. По характеру травм врачи понимают, насколько страшным было ДТП, произошедшее накануне. Высоконертная травма, то есть политравма, это внезапная травма и очень большой скоростью. В нашей практике из-за одного столкновения поступить 4 человека с переломом костей таза, это уже о чем-то говорит. Всем предстоит оперативное вмешательство после стабилизации состояния. Даже у одной пациентки вчера был перелом височной кости, с лобной, с переходом лобной кости. Вчера была в экстренном порядке прооперирована декомпрессионная крепонация. Но сегодня динамики понаблюдаем, но пока подсценка на аппарате искусственной вентиляции легких. 22 факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выявили полицейские за первый день ОПМ «Безопасная дорога» в Актюбинской области. Всего стражами порядка пресечено более 600 нарушений правил дорожного движения. За превышение скорости к административной ответственности привлечены 117 владельцев транспортных средств. 22 водителя не уступили дорогу пешеходам, шестеро выехали на полосу встречного движения. Пользовались телефоном за рулем 48 человек. Вместе с тем, за нарушение правил дорожного движения привлечены к ответственности 82 пешехода. В Павлодаре продавец продуктового магазина присвоила 13 миллионов тенге. Недостачу обнаружил во время ревизии владелец торговой точки. Заявление мужчина обратился в полицию. В ходе следствия выяснилось, что к пропаже денег причастна 39-летняя продавец. Она уже призналась в присвоении средств. Всего в регионе с начала года зарегистрировано 34 аналогичных преступления. В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что 9 лет назад данный предприниматель нанял к себе продавца, которому в последнее время он сдал свой товар на 24 миллиона тенге. После проведения ревизии обнаружил недостачу в размере около 13 миллионов тенге. В настоящий момент по данному факту проводятся досудебные расследования. На трассах Прииртышья с начала года произошло около 200 ДТП. В них пострадали 400 человек. Большая часть аварии приходится на летний период. Чаще всего они происходят на международных трассах. Для профилактики ДТП на крупных автомагистралях установлено 9 временных пунктов. В них спасатели и медики обучают граждан навыкам оказания первой помощи пострадавшим. В жаркую погоду вдоль трассы организовано постоянное дежурство полицейских патрулей. Такие пункты в рамках акции «Безопасная дорога» будут организованы во все городах и районах региона. На трассах с начала текущего года у нас зарегистрировано 47 ДТП, среди которых 10 водителей погибло и около 20 пострадало. Основное количество это как и большегрузные транспортные средства, то есть водитель переутомился, уснул за рулем и таким образом происходит ДТП. На дороге нельзя однозначно сказать какие опасности, потому что дорога всегда живет своей жизнью. Мы ездим чисто по карте, по тахографу, то есть 4,5 часа вождения, 45 минут отстой отдых. И вечером не менее 10 часов отдых, 11-10 часов. Больше можно, меньше нет. К другим темам. Мексика больше чем на 30% сократила миграцию в Соединенные Штаты через свою территорию. Еще год назад здесь с радостью принимали мигрантов, а теперь настроения совершенно противоположные. Об этом и многом другом в рубрике «Между строк» далее. Мексика больше чем на 30% сократила миграцию в Соединенные Штаты через свою территорию, сообщает издание CNN со ссылкой на официальные лица страны. Однако, согласно недавним опросам, среди местного населения растет недовольство по отношению к мигрантам, оставшимся в государстве. По словам министра иностранных дел Мексики Марселла Эбрарда, страна за последние 45 дней сократила миграцию на север из Центральной Америки на 36,2%. Интересно, что заявление Эбрарда прозвучало сразу вслед опубликованному опросу, в котором исследователи попытались выяснить отношение местного населения к мигрантам. Оказалось, что в обществе, еще год назад радушно принимавшим мигрантов из Центральной и Южной Америки, предлагая еду, пожертвования и ночлег, сегодня развивается совершенно противоположное настроение к переселенцам. Тысячи мигрантов проводят месяцы в подвешенном состоянии в приграничных городах около Соединенных Штатов, ожидая рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Опрос показал, что 60% респондентов в Мексике против пребывания мигрантов на их территории, по причине того, что последние мешают их комфорту. Однако, еще год назад, согласно опросу газеты Elle Universal, 47% респондентов были за то, чтобы иммигранты из Центральной Америки, не имеющие документов, получили убежище в Мексике. Изменения, зафиксированные в новом опросе, яркое отражение давления, которое сейчас испытывает Мексика со стороны Соединенных Штатов, отмечает издание. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы, сообщает издание Japan Times. Прогноз по росту глобального ВВП в 2019 году снизился с 3,3% до 3,2%, а в 2020 году с 3,6% на 0,1% меньше. Такие данные содержатся в июльском докладе организации World Economic Outlook. Главной угрозой эксперты организации считают обострение торговой и технологической войны между КНР и США. Падение глобального спроса негативно сказывается на деловой активности в промышленности и секторе услуг большинства государств. Динамизм в мировой экономике ослабляется длительной политической неопределенностью. Торговая напряженность остается повышенной, несмотря на недавнее перемирие между США и Китаем. Также ситуацию усугубляет безрезультатный Brexit, пишет издание. Оптимизм мирового бизнеса снизился рекордно за последние 10 лет. Так, впервые с 2009 года только 18% мировых компаний рассчитывают на улучшение деловой активности и рост корпоративных прибыли в ближайшие 12 месяцев. Миньюз США инициировал проверку ведущих онлайн-платформ. Сообщает издание BBC. Антимонопольный отдел министерства начал изучать, каким образом онлайн-платформам удалось закрепиться на рынке. Участвуют ли они в практиках по снижению конкуренции или наносят ли иной вред потребителям, уточняет издание. Как заключается в сообщении Миньюста, цель расследования — объективная оценка конкурентных условий онлайн-рынка и обеспечение жителям США доступа к свободным рынкам. Издание уточняет. При проведении проверки учтут распространенные опасения потребителей, предприятий и предпринимателей в отношении поиска, социальных сетей и некоторых розничных услуг в интернете. Упоминаемые в сообщении формулировки очевидно касаются таких гигантов, как Google, Amazon, Facebook и Apple. Однако предоставить перечень проверяемых компаний в министерстве отказались. Ранее в июне уже сообщалось о том, что администрация Белого дома планирует проверить, не злоупотребляют ли вышеупомянутые компании своим огромным влиянием на рынки, подчеркивает источник. Об экотревожности как новом диагнозе современного поколения написало французское издание Le Figaro. Сегодня нередко можно услышать о том, что люди чувствуют апатию и безысходность по поводу экологической ситуации в мире и даже впадают по этой причине в экодепрессию. Для описания этого состояния появился даже специальный термин — экотревожность. К примеру, Джулия, о которой рассказывает Figaro, признает себя именно такой — экотревожной. 18-летняя школьница зарегистрировалась в группе в Facebook и раскрыла для себя целый мир экологических проблем. С того дня она чувствует себя частью экообщества и вместе со своими единомышленниками готова бороться с антиэкологичными действиями. Однако девушка признается, что испытывает иногда внутренний страх и панику перед будущим. Согласно данным Института исследования мнений и маркетинга во Франции, в 2018 году количество французов, обеспокоенных глобальным потеплением, составило 85%. В особенности это молодые люди с 18 до 24 лет. Правда, пока одна часть молодежи страдает от диагноза 21 века, некоторые психиатры и психотерапевты отказываются рассуждать об этом явлении как о болезни или психическом расстройстве. Однако эко-проблемы были и будут относиться к экзистенциональным, говорится в статье. Ученый, разрабатывающий вакцину и понимающий, что он не увидит ее результатов при жизни, все равно найдет смысл в том, что он делает. В то время как мысль о том, что все человечество может исчезнуть, лишает нашу жизнь всякого смысла. Именно поэтому эко-проблемы могут навеять на человека панику и безысходность, оставляя читателей задуматься автор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фашистские войска сбросили на прифронтовые села до 600 бомб. Погибли сотни солдат и мирных жителей. Больше 10 лет сельский учитель из Тоскалинского района Сергей Лапшин ездит на поиски останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, чтобы вернуть неизвестным бойцам имена и захоронить с почестями. Раньше выезжал в Новгородскую, Тверской области и даже Кавказ. Но оказалось, что и здесь, на родине, в казахских степях, лежат сотни воинов, которых еще предстоит найти и поднять из забвения. Когда работаешь и находишь солдат, человек отключается полностью. Тем более ты знаешь, что его кто-то ждет. Вот по сей день ищут, запросы за запросом идут, ищут родственники. Но, к сожалению, большинство солдат хоронится как неизвестные солдаты. Поиски останков солдат в Букиардинском районе ведутся с 2014 года. Историки уже доказали, что война напрямую коснулась при Урале. Женебегский и Букиардинский районы оказались в профирантовой зоне. Села Женебег, Сайхин и Шунгай были ближайшим тылом Сталинграда, так как находились вдоль железной дороги Уральска-Рязань, по которой на фронт везли продовольствие и оружие. Поэтому села подвергались постоянным бомбежкам. Баба Шура – одна из свидетелей тех событий. Солдаты гибли эшелонами, вспоминает женщина. Ехали эвакуированные, особенно евреев. Как он бомбил, не дай бог. Кундец. И пленных везли в вагонах, тоже бомбили. В спешке погибших бойцов скидывали в воронки от взорвавшихся бомб и едва присыпали землей. Неудивительно, что копать много не надо, говорят поисковики. Кости лежат практически на поверхности. Таких стихийных братских могил здесь множество. Одну из них в 16 километрах от Сайхин на 365-м разъезде и разрабатывают сейчас поисковики. На поверхность уже подняли останки 16 бойцов. Установить личности. Я думаю, что здесь без вариантов. Если бы были медальоны, ну, навряд ли. Единственное, что это пуговицы. Вот я же говорю, пуговицы сохранились бы. Брючные застежки. Вот пуговицы с якорем. Это уже говорит, что был морячок. Местные краеведы утверждают, что 4 октября 42-го года на этом 365-м разъезде подорвался эшелон с моряками Тихоокеанского флота, направлявшийся в Сталинград. Тогда погибли 38 морских пехотинцев. Поэтому есть все основания считать, что им и принадлежат обнаруженные останки. В 3-4 дня мы здесь поработаем. И в итоге все, что мы соберем, все вещи, конечно, пойдут в музей, в школьный музей. А останки мы уже получим все разрешение, все официальные документы сделаем. И будет обязательно в ближайшее время будет официальное перезахоронение. Они люди, которые за нас жизнь свою дали. И наш долг поднять их. По данным краеведов, только в Букиардинском районе есть около 50 таких захоронений. Останки бойцов лежат буквально под ногами. Поэтому поисковые работы необходимо продолжать. А северу Салиева была Жарлгасовка Надмахмудов. Западно-Казахстанская область. Хабар-24. Сейчас время для традиционной рубрики «Пятницы» обзора прессы. Этим утром к нам присоединяется Марк Брешко. Марк, доброе утро. Все мы знаем, что ты как бывший газетчик всегда держишь руку на пульсе печатных СМИ. Расскажи, что тебя заинтересовало на этот раз. Доброе утро, Вера и всем нашим телезрителям. Подробности, как обычно, буквально через пару мгновений. Не переключайтесь. Санврачи этим летом не проверяют торговые точки с арбузами. По закону без жалоб покупателей они не имеют права этого делать. Частично эту миссию взяли на себя корреспонденты Костанайских новостей. Они провели небольшой эксперимент. В одном из центральных магазинов, точнее говоря, Костанаи, они купили арбуз, дыню и черешню. Принесли все это в лабораторию Национального центра экспертизы. Таким образом, они попытались определить при помощи экспресс метода уровень нитратов в каждом из плодов. Результат, конечно, как следовало ожидать, огорчил. Превышение предельно допустимых концентраций нитратов по всем фронтам наблюдалось. Арбуз. Сердцевина мякоти показала 47 микрограмм на килограмм. Проколы вблизи корки 75 и 95. Это при норме в 60 микрограмм на килограмм. Та же норма и у черешни. Тест на трех разных ягодах показал 42, 55 и 77. Для дыни пороговое значение 90. На деле оказалось 122 и 125. Будьте очень аккуратны, когда будете выбирать в магазинах арбуз, дыни или другие ягоды. Не исключено, что и в них количество нитратов будет привычно. Конечно, это все частные случаи, но все равно будьте аккуратны. Переходим к другой новости. Вечерняя Астана сообщает, что совсем скоро в столице стартует масштабная проверка противопожарного состояния торговых объектов. В поле зрения специалистов ДЧС пишут, в публикации попадут те объекты, что относятся к высокой степени риска. То есть с площадью более полутора тысяч квадратных метров. Вот такие показатели будет в себя включать проверка. Она будет включать в себя комплекс мероприятий. Это соблюдение требований к системе безопасности, эвакуации людей, оповещения, автоматической пожарной сигнализации. Проверка продлится до конца года. По нормам предпринимательского кодекса мы должны уведомить о ней владельцев объектов за месяц. После проверки предприниматели получат предписание со сроками устранения нарушения. По истечении этого времени их ждет внеплановая проверка. Несколько слов о событиях, которые пройдут на выходных. Давайте послушаем. Нарушение работы органов пищеварения, дискомфорт при приеме пищи, жога, тошнота, анемия, потеря веса, неясного генеза, быстрая утомляемость. Ведущие специалисты диспансера проведут бесплатную консультацию. При себе иметь удостоверение личности. По вопросам обращаться в регистратуру. Напомним новость со страницы Петропавловск Ньюс. Если вас заинтересовала эта информация, более подробную информацию о том, как можно обследоваться и телефоны, по которым можно позвонить и узнать все необходимые данные, вы можете узнать в публикации. Ну и завершу свой обзор прессы. Сегодняшней новостью со страницы индустриальной Караганды. 27 июля в Казахстане пройдет всеобщая экологическая акция. Карагандинцев призывают принять в ней участие. В свое время эко-челленджи, зачитая люди, будут очищать парки, скверы, заниматься ликвидацией стихийных свалок, а также очищать русла рек, берега и озера. Напомним о экологической акции под хэштегами Бергея и Таза Казахстан. На своей странице в Твиттер объявил министр экологии. Инициативу поддержал и Акимобласти. Сказал он, что этот челлендж хорошее дело. Я тоже считаю, что нам надо принять участие в акции и нужно сделать природу чище. На этом, Вера, у меня все. Будем надеяться, что действительно на этих выходных удастся сделать места, где мы живем, чище и благоприятнее для нашего же существования. Спасибо большое, Марк. Марк Брюшко был с обзором прессы. Ну а у нас еще есть много интересной информации. Король лев стал самым ожидаемым в мире мультфильмом 2019 года. Пока большинство зрителей смотрят его в кинотеатрах и сравнивают с версией 1991 года, в Петропавловске же оценивают театрализованную работу. Подробности в программе Культвояж и не только об этом. В Алматы в Государственном музее искусства имени Аблхана Костеева проходит выставка казахстанских художников-юбиляров. В экспозиции представлено более 60 произведений 16 метров прошлого столетия. Целью данной выставки является в одном пространстве ознакомить зрителей с творчеством разных художников. Многие из них являются художниками первой половины 20 века. Это художники-юбиляры, которым исполнилось 130 лет, 125, 120, 110 и так далее. Казахстан стал вторым домом для многих деятелей искусства. Их смена жительства объясняется разными причинами, и одна из них – политическая ссылка. Так, в 1933 году в Алма-Ату переезжает уже известный в то время художник Александр Риттих. Здесь он стал педагогом художественного училища, открыл собственную школу и консультировал начинающих мастеров. Из-за тебя я потерял свой завтрак. Завтрак. Ты потеряешь гораздо больше, когда король придет сюда. Он должен быть бегемотом. Я не боюсь. Это странно. Не думаешь, что я буду звать? На помощь! На помощь! На помощь! Выберем его! О, неужели мой старший брат спустился к нам? Король лев стал самым ожидаемым мультфильмом 2019 года. В Петропавловске же оценивают театрализованную работу. Воспитанники детской и юношеской студии при театре имени Погодина решили через данную постановку показать, чему научились за год обучения в театре. И пусть это их не первый опыт нахождения на сцене, но впервые они играют роли. Почему животные? Почему король лев? Потому что известно, что очень многие первые курсы и театральных институтов, и театральных колледжей работают в первый год над органичностью детей, над их погружением в образ. Студийцы представили зрителям только первую часть «Рождение Симбы и смерть короля». Минимум декораций, костюмов, своеобразный животный грим и перевоплощение юных актеров в своих персонажей. Волнение ребят, которые впервые вышли на большую сцену, было заметно только в начале. Потом перевоплощение сделало свое дело, и актеры были поглощены действом. При этом образы стали узнаваемыми, а полотно спектакля целым. Папа! 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 На помощь! Кто-нибудь на помощь! Помогите! Симба! Что ты наделал, Симба? Ты не хотел быть полустана. Он хотел меня спасти, и ты не хотел. Конечно. Конечно, Симба, ты не хотел. Можно смело сказать, что юные актеры не только прикоснулись к театральному искусству, но и сумели оставить в нем частичку своего творчества. Каждые выходные в Алматы проходят вечера социальных танцев под открытым небом. Импровизация, чувство ритма и полное доверие партнеру – здесь нет строго заученных схем и алгоритмов. Первое место по популярности среди алматинцев занимает кубинская сальса. Сейчас существует множество стилей, ее танцуют во всем мире. Сальса – это своеобразный коктейль, немного джаза, рока и поп-музыки, зажигательный ритм и несложный основной шаг. Если взять, допустим, 5-6 лет назад, то парни даже с какой-то опаской немножко относились к парным танцам. Они думают, о, как парные танцы, лучше я на спорт пойду. То сейчас они понимают всю суть и прелести этого. Потому что вот вы на вечеринку придете, в том числе сегодня, посмотрите. Это круто, когда парень умеет танцевать, когда мужчина умеет вести девушку в танце. Если он умеет вести девушку в танце, значит, он и в жизни ответственность на себя берет. Поэтому сейчас и у парней тоже это популярно. Сальсотека – это прекрасная возможность расслабиться, отпустить все переживания и найти новое вдохновение. А потому и неудивительно, что танцевальные праздники в Алматы собирают аншлаги. В завершении выпуска – афиша ближайших событий. 2 августа в Алматы труппо Жесказганского молодежного театра «Алан-Эм» даст спектакль «Мир моды». 3 августа в артубежище «Бункер» пройдет творческий вечер «Строки». С 2 по 4 августа в столичном театре «Кукол» пройдут показы постановки «Волшебные слова». В данном часу это пока все новости. Желаю вам хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова